Девушки отдыхают Чтобы разжечь этот костер нужна лишь искра, которая разбудит нас ото сна. Девушки отдыхают Каждый день с кораблей спускаются ирландцы. 15 тысяч в неделю. Если собраться вместе, у нас будет не банда, у нас будет армия. Вызов. Принят вызов. Я прикончил отца, а теперь прикончу сына. Завтра все кончится. Не кончится. Банды Нью-Йорка У вас просветили насчет заведения? Я знаю, это психбольница. Для преступников-психопатов. Мы принимаем только самых опасных пациентов, с которыми не справляются другие больницы. Вы обязаны сдать на входе оружие. Мы официальные лица, федеральные маршалы. Пока вы здесь, подчиняйтесь правилам. Господа, добро пожаловать на остров проклятых. Фильм Мартина Скорцезе. Маршал Дэниелс. Доктор. Вот эта женщина, заключенная, Рэйчел Солондо, сбежала прошлой ночью. Она очень опасна. Можно и так сказать. До ближайшей суши 11 миль, вода ледяная. Мы не знаем, как она выбралась из палаты. Во время вечернего обхода ее уже не было. Она будто испарилась сквозь стены. А кто 67-й? В этом заведении пациентов всего 66. Это верно, да. Похоже, Рэйчел Солондо намекала на 67-го пациента. Об этом месте многие знают правду, но все молчат. Как будто боятся чего-то. Вы ведь не принимали таблетки? Кошмарные видения не мучают. Соберись с мыслями, Дэннилс. Я построил здесь нечто уникальное. Ты не понял? Здесь просто... А уникальное часто не понимают. Кто знает об этом? Все. Значит, и сестры причастны? Они не могут знать. Все знают. Вы не понимаете? Вас не выпустят живым. Собрались куда-то. Леонардо Ди Каприо. Синозавцы есть! Остров проклятых. Ты никогда не покинешь этот остров. Скоро на экранах. Я был лучшим игроком на тотализаторе и так преуспел, что за это мне был дарован рай на земле. Я стал управляющим самого крупного казино в Лас-Вегасе. Казино Танжер. Лас-Вегас, 70-й год. Деньги. Если я управляющий, все будет по-моему. Никто не помешает тебе управлять казино. Даю гарантию. Власть. Ники, видишь того парня? Он намного денег приносит. Глаз с него не спускай. Понял. Ты только посмотри, сколько здесь денег. Может, и мне тут поработать? Ты учти, тут все серьезно. Не выделяйся. Здесь таких, как мы, не жалуют. Страсть. Денежки свои любишь? Получи. Я хочу остепениться, завести семью. Я не по той части. Будешь обеспечена до конца дню. Ты меня всего три месяца знаешь. У них было все. Они правили балом. Они жили в раю. Но всему приходит конец. Фрэнки! Universal Pictures представляет. Его голову нашли в пустыне. Это плохо. У нас проблема. Фильм Мартина Скорсезе. Он меня не слушает. Может, ему скрыться на время уехать? Все решено, Сэм. Я выйду из игры. Я старался тебе помочь, хотя я знал в глубине души, что ты мне яму роешь. Я тебе... Да ты сам себе яму вырвал. Роберт Де Ниро. Ты моя вторая половина. Тебе можно доверять? Можно или нет? Широн Стоун. Я пойду в ФБР. Я пойду в полицию. И больше не буду тебя выгораживать. Джо Пеши. Чтобы я из своего города уехал? Да кем бы ты был, если б не я? Он не предсказуем. Нет! Прекратите! Ты понимаешь, что из-за тебя нас всех могли убить? Хочешь от меня избавиться? Ну так давай. Я жду. Казино. И сказал Господь им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Феррера больше не один из нас. Он публично отрекся от Господа и отказался от веры. Этого не может быть. Отец Феррера жизнью рисковал, дабы нести веру Христову в Японию. Сдается мне, наша миссия здесь безотлагательна. Мы должны отправиться на поиски отца Ферреры. Вы оба твердо в этом уверены? Да. Видимо, на то воля Господня. Как только вы ступите на японскую землю, вы окажетесь в огромной опасности. Режиссер Мартин Скорсезе Тебе слава досталась. С ценой их мучений. Слишком опасно. Мы сами избрали эту миссию. Эндрю Гарфилд. Адам Драйвер. Лиам Ниссон. Я молюсь, но я в сомнениях. Неужто я молюсь молчанию? Молчание. Скоро в кинотеатрах. Никогда не сдавай друзей и всегда держи рот на замке. Фильм Мартина Скорсезе. Всю свою сознательную жизнь я мечтал стать гангстером. Привет, мам, что скажешь? Ты похож на гангстера. К тому моменту, когда я подрос через аэропорт Айдл Уайлд, проходила товара на 30 миллионов. И мы пытались украсть всё, что можно. Чем ты занимаешься? Строительством. Он не еврей. Мазалтов. Большинство ребят относились к убийствам спокойно. Генри, смотри, рука. Очень смешно. А вот ножка. И крылышко. Тебе ножку или крылышко? Обычная жизнь для нас была недопустима. Нас почитали как кинозвёзд, но за счёт силы достаточно было только намекнуть. Тебя ждёт отличное будущее. Это были счастливые времена. Хорошие парни. В мире, основанном на насилии, где властью обладает самый сильный, новое поколение воплощает старые традиции. Роберт Де Ниро, Рей Лиотто, Джо Пеши в фильме «Хорошие парни». Когда я был в твоём возрасте, все говорили, что мы станем полицейскими или бандитами. Но под долом пистолетов... Какая разница? Это не просто полиция. Это федеральное управление. Мы в элитном отряде. Вот кого мы ищем. Фрэнка Костелло. Зарплата меньше, чем у простого полицейского, но есть премиальные. И что я должен делать? Фильм Мартин Эскорсезе. Невозможно распознать человека, работающего под прикрытием. У тебя кто-нибудь работает с Костелло сейчас? Скорее да. Ты знаешь, кто я? Скорее нет. Если что, мой приятель найдёт тебя. Как быстро? Думаешь, он уже труп? Думаю, это сработает. Нам всем ясно, что у Костелло есть стукач в отделе расследований. Мне запрещено говорить о работе. Да, и эта проблема ты. Даже не представляешь, как. Чужой среди своих. Возьми себя в руки. Быстро! В прошлый раз я предупредил тебя и спас от тюрьмы. Свой среди чужих. У меня чувство, что в команде завёлся коп. Рано или поздно он узнает, кто я, и тогда мне конец. Я могу найти крысу. Дай мне сделать это по-своему. А если не сможешь, понимаешь, чем я рискую? И кто есть кто? Ты обманываешь меня. Есть вещи, которые ты не хочешь знать? Сколько можно было ждать? Вы хотели, чтобы он порубил меня на куски и скормил собакам? Этого мы ждали! Леонардо Ди Каприо, Мэтт Дэймон, Джек Николсон и Марк Уолбек. Бронкский бык, бешеный бык, аплодисменты великому Джейку Ламотто, дамы и господа! Я лучший. Я закатаю любого. Ты женат? Оставь девчонок мне! Больше я не сдамся ни за что. Эй, ну зачем ты всё усложняешь? Если одолеешь Шуверре, сможешь претендовать на титул. Да больше не с кем драться, все за ссами. Я наворотил плохих дел. Они мне и аукаются. Юнайтед Артист представляет Роберт Де Ниро В фильме Мартина Скорсезе Бешеный бык В фильме Мартина Скорсезе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Говард Хьюз купил ТВА Построим самолёт, который взлетит высшей погоды. Через всю страну, через весь мир. Поступив так, ты можешь всё потерять. Ни за что. Он жил мечтой. Добро пожаловать в Голливуд. Вы не против приключений, мисс Хэбберн? Я готова на всё, мистер Хьюз. Я слышал странные слухи об этом Хьюзе. Нужно узнать, сколько в них правды. Я хочу знать, как сделать тебе приятно. Я слышал, вы сумасшедший. Он думал, что его ничто не остановит. Будь очень осторожен. Мы накопали очень много грязи. Вы объявляете мне войну? Иногда мне чудится всякое, чего на самом деле нет. Я вытащу его в Вашингтон, чтобы вывести Хьюз на чистую воду. Нам бросили вызов, и я не проиграю. У него есть Панам, у него есть Конгресс, но он не владеет мной. Он был не просто богат. Ты не подкупишь сенаторов. Я не хочу их подкупать, я хочу их купить. Им что-то двигало. Он коммунист, лжец и вор, нажившийся на войне. Он был не только легендой. Вот ордер. Всё, что здесь находится, собственность Хьюз Продакшн. Что-то его пожирало. Они трогают мои вещи. Он был не только гений. Такой крайний срок соблюсти невозможно. Давай ещё раз посмотрим чертежи. Чертежи, чертежи, чертежи. Мы расскажем о нём правду. Я приведу врача. Никто не должен увидеть его таким. Иногда я боюсь сойти с ума. Говард, там ничего нет. Ты выйдешь за меня. Ты для меня слишком сумасшедший. Фильм Мартина Скорсезе. Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Кейт Беккенсейл и Алик Болдуэн. Он полетит быстрее. Фрэнк Ширан, я правильно произношу? Да, всё правильно. На основании контракта управление может уволить водителя лишь за особые проступки. У вас есть опознание на работу? Нет. Нарушение дорожных правил? Нет. Пьянство за рулём? Нет. Драки, нападения? На работе? Да. Нет, не думаю. Значит, нам не о чем волноваться. Знакомься, мой кузен Рассел Буфали. Очень рад. Привет, взаимно. Это как в армии. Ты выполняешь приказы. Если всё делаешь правильно, получаешь награду. У нашего друга кое в чём возникли проблемы, я охотник. У человека, который не знал бы, кто такой Джимми Хофф. У него пушка! У него пушка! Ужайся! Всегда бросайся на человека с пушкой. Если у него нож, беги. Видишь ствол, нападай. От ножа убегай. Угу. Привет, Фрэнк. Хочешь стать частью истории? Да, сэр, хочу. Большой бизнес и правительство пытаются посеять семинар раздора в наших рядах. Нужно что-то делать. Что ещё он сказал? Сейчас не время молчать. Мы объявляем войну этим людям. Войну! У нашего друга очень большие проблемы. Ты должен сесть с ним за стол переговорить. Я не сяду с ним за один стол. Это исключено. Всё решено. Решено. Я знаю такое, но они не знают, что я это знаю. Это неизбежно. Ему не жить. Это точно. Мне-то всё равно, делали вы это или нет. Это меня вообще не волнует. Знаю. Я ваш адвокат. Так? Так. Хотите выяснить, делал я это или нет? Простите. Да. Это ваша машина? Да, да. Ягуар? Да, да. Сколько же вы зарабатываете? Ну, за прошлый месяц. Где-то 72 тысячи. Покажите мне, что точно 72 тысячи, и я хочу работать на вас. Слушай, я ухожу. Меня тут на биржу труда зовут. Моё имя Джордан Белфорд. В нежном возрасте 22 лет, пытливые ум и амбиции привели меня на Уолл-стрит. Объясню я ещё раз. Деньги клиента должны перекочевать из его кармана в твой. Но если зарабатывать и для клиента, так будет выгоднее для обоих, верно? Нет. И я ушёл с биржи и создал свою фирму. Ваша аудитория – 1% из всех американцев. Я люблю три вещи. Люблю свою страну, Иисуса Христа, люблю обогащать людей. Алло? Но нужно было выстроить не только свой образ. Вот план, по которому я научу каждого из вас быть лучшими из лучших. У нас величайшая компания в мире! Я становился человеком-легендой. Так, а вы неженатые. Да, ну разве мы не можем быть друзьями? Нет, уж точно не друзьями. Я сделал столько денег, что не знал, куда их девать. 26 тысяч долларов за ужин! Отец, мы уже не бедные. У нас большой навар. Сэр, он прав. Он что, лечит от рака? Навар как раз и лечит от рака, именно поэтому он так дорого и стоит. 22 миллиона за 30! Главный вопрос, было ли это легально? Дядя! Ну конечно же нет. Они все снимают, мы под колпаком. Добрались. Старик, все хорошо. Они добрались, да. Все хорошо. Это страна великих возможностей. Вы пытаетесь подкупить федерального агента? Это Америка. Это мой дом! Ты просто пешка. Это я-то пешка. Шоу продолжается! Чтобы убрать меня, им придется создать нового бога! Я никуда не уйду! Я не работаю на тебя. Мои бабки на твоих сиськах, значит работаешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова